Итак, снова здравствуйте, это снова курящие из окна, и начинаем не совсем на том экране, на котором закончили, но я посмотрел, там точно ничего нельзя было сделать, и по-моему мы не ходили еще в совет старейшин после всего того, что произошло, поэтому посмотрим, что можно сделать там. У меня вообще, я так понимаю... А, кстати, да. А ты его сразу сожжешь или как? Дорогой робот с огнетушителем, вернее, с огнеметом. Нет, почему-то робот просто убежал. Я так надеялся, что он мне подплавит воск до абсолютно нужного состояния, в котором я смогу уже втереть его в другого старейшину. А еще шарикового бассейна нельзя взять? Нет, спасибо, но ладно. Старейшина, кругом бардак. Расскажись мне что-нибудь. О, опять ты! Что у тебя? Необходимо сегодня... Мне крайне необходимо поговорить с советом старейшин сегодня. Экстренное собрание? Ну, насмешил это было, 10 тысяч очков, да. Я набрал 10 тысяч очков веселья. Оу, поздравляю. Жаль, что сейчас старейшины разбираются с вопросами обслуживания в зоне отдыха. Но не переживай, как только недочеты будут остранены, тебя выслушают. А потом всем подадут свежее шоколадное пирожное. Смягченное. Гро. Кажется, кто-то стер базу данных Рони. А это очень плохо. Не волнуйся, парень. Это невозможно. То есть, кто-то намеренно взломал корпус компьютера и манипулировал жестким диском? Нет, людей настолько глупых. Или настолько смелых и ловких. Нет, я имел в виду глупость. Так или иначе, это подвергает Элизиум риску уничтожения. Хм. Да прекращай. Ну да. И на том спасибо. Нет проблем, это моя работа. Смогу я еще воск подплавить у тебя, чтобы он стал достаточно все-таки мягким? О, могу. И наблюдая, как густая жижа, растаявших удовольствий, капала сквозь его пальцы, он спросил себя, что это ирония судьбы? Или еще один побочный эффект вдыхаемых паров пластика? А, это все-таки... Ну да, это же пластик, это же не воск. Но тем не менее, все-таки сейчас можно быстро бежать к тому старейшину и удалять волосы у него прямо отовсюду. По-моему, он был в зоне... Отдыха, да. Зона развлечений нам недоступна, почему-то я их постоянно путаю. Какие-то они такие, более-менее похожие. Ну что, депиляция? Все-таки эпиляция и депиляция, это одно и то же, просто произносится по-разному. А по-английски это одно и то же слово, или нет? Ой. Ай, горячо! Тише, так и должно быть. И чё, это сдуибл? Да, есть такая забавная фраза. Это делательно. Ну, зато... Все, готово. Ты как, пойдешь на конец? Нет, кажется, в процессе у меня защемило нерв. Я требую еще один сеанс массажа. Если ты задумал довести меня до слез, ты почти у цели. А, у меня когтей не осталось. Зато есть теперь образец черных волос. Ой, я могу еще один образец получить. Здорово. Так ты пойдешь на конец? Еще один сеанс массажа. Профессионально. А где же слуги-клоны, которые замещают сломанных сервис-ботов? Да. Сейчас тебе сделает массаж твой же клон. Из твоих же волос. Ты на это согласишься или как? Ну, в бане меня, наверное, по-прежнему не пустят. Ладно, как мне добраться-то до этого? До-о-о, система клонирования. Снова моя сосиска. Всем от нее весело. Не знаю, к чему это. Что-то они поменялись местами, кажется. До этого это было вот здесь, а это было вот здесь. Это подсказка, что именно это надо сюда совать? Не, не надо подсказывать, что куда совать. Я сам знаю. Сканирование образца ДСК! Да распознана вида. Сереброгривая горилла. Нет, погодите. Старейший на раз. Я не стану повторно вносить его в мою базу данных. Его генетический код уже используется моими подпроцессорами для удаления мозолей инфекции в его ногах. Но, блин. Ты совсем охренел? Как же моя идея о том, что ему сделает его же клон все, что он захочет? О, друг. Этот джоцкий диск и так уже забит всяким хламом. Ну, давай со второго раза, ты согласишься. Да, блин, я не хотел третий раз, ладно. Ну и как? Ну и что? Ну и зачем мне вообще эти... Образец? ДНК? Ладно. Совет старейшин, может быть. Может его немножко подпалить, тогда он не опознает. Что это старейшая на раз? О, а еще я могу сделать из шлема Улиса Деда Мороза. О, нет, нет, это же превышение опознамочий. Будет цену вклада в генетическое разнообразие. Достаточно коричневого. Еще одна причина носить в карманах шоколадный пудинг. Так, и что же это? Взятка. Ладно, да, вот дурачок. Было, было. Взятка. Взяток не берет. Только водку. Да. Ну куда этот робот делся? Мне его хочется. О, кстати, можно еще и спачкать этот образец черных волос и сделать образцом красных волос. Здесь уже достаточно воска. Я бы подумал, не постирать ли внутренние карманы. Да так неинтересно. Кольцо жилых отсеков. Хм. Но мне же по-любому нужен еще один образец именно. Потому что просто так не как образец. О, может быть вам это поможет в виде... Швабры? В смысле не швабры, а штор. Вы же хотели. Как насчет шерсти сереброгривой гориллы? О да, как красиво! Точно. И так мужественно. Так мягко. И так элегантно. Да, и серебро сейчас на пике моды. Серебро это новый лавандовый. Но вместе с тем уже классика. Тогда решено. Хе-хе, наконец-то. Вот, возьми себе эти образцы. Они нам больше не понадобятся. Мы будем спать с сереброгривой гориллой. Мурчащий, завонявшийся шаблон. Черно-полосатый шаблон. Куда-то мне черно-полосатый было нужно, кажется. И львиный шаблон. Борчучело. Хм, ощущение неестественности. Сабля-полосатый медведь. Хм, пушистый. Да, сабля-полосатый точно был нужен для этого. Эй. А че у тебя как в Windows 7? Если помахать... Исчезает инвентарь? Мда. Забавно. Лео Нибирал. Нализавшийся. Хм, ощущение неестественности. Ладно, видимо, ну как минимум один образец я сделаю. Так что пойдем обратно смотреть, что я могу сделать. В компьютерном ядре. Давай сначала нализавшегося сделаем. Я думаю, он вполне подойдет тому пьющему этому... Опять поменялось местами. Тому пьющему старейшине. Сканирование образца ДНК! Никаких видов не распознанно. Образец не биологический. Важно было догадаться. Подделка. Дешевка. Эй, а может быть его куда-нибудь того можно было, а? Ммм, что-то его выкинул. Хочу сохранить все бесполезные вещи с собой. Я переиграю. Только сначала подождите. Сначала проверю, второй образец тоже бесполезный. Вот этот вот, по-моему, да? Черно-полосатый шаблон-то мне точно нужен будет. ДНК. Видов не распознанно, не биологически. Очередная подделка. Эй, это моя рука. Распознанные виды. Клон клоуна. Что-что? Ты назвал меня клоном? Клоуну? Клоуну? Обновление базы данных и запись на карты. Какая наглость. Да, он пел эту песню Харчача, Тербаба Лейла и так далее. Возможно. О, ну, в принципе, нет. Тогда я не буду переигрывать. Скорее всего, это именно то, что было нужно. Наверное, именно на втором образце он бы мне это сказал, а не на первом. Так что, не будем проверять. Проверяйте сами и покупайте эту игру. Как всегда. Теперь у меня есть образец клоуна. И я могу сделать клоуна для того мужика. Эй. Я люблю показывать. Я нервный. Не надо мне инвентарь убирать из-за этого. Ну и последний. Черно-белый. Сканирование образца ДНК. Распознанные виды. Сабля полосатый медведь. Обновление базы данных и запись на карты. Да-да-да. У меня есть целых три карты. Так что мне... Как бы... Их сюда все надо или их потом сюда надо? Не знаю. Ну ладно, сделаем сюда, а там посмотрим. Надо было это, не надо. Если что, все-таки будем переигрывать. Ну а я же должен у вас данных пополнить. Так что... Да, клоун еще тот. И образец номер три. Чем-то напоминает все-таки это... Диски из Неверхуда. Так, образец номер три, я сказал. Да, клоун и медведь. Мишка. Что-нибудь пососет наверняка. Че же зима. О, большой. Не доделался до конца. Сейчас так задумано. Эй! А, нет. Диск мне вернули все-таки. Я боялся, как же так, как же так. Я надеюсь, это все-таки все три образца. И больше у меня их не будет. А то, если будет четыре и больше образцов, то этих шоколоп я просто замучаюсь делать. Зачем мне вообще эти шоколопы нужны? Но, тем не менее, все-таки в зону отдыха. И сначала я попробую всех удовлетворить, а шоколоп сделать уже на закуску. Ты у нас как отреагируешь? Так, а че тебе надо было? Тебе нужно было поросатое. Значит, медведю тебе под конец надо сначала поиздеваться в виде клоуна над тобой. Потому что клоун здесь это еще по удовольствию. Ай! Что это такое? Питомец, конечно же. Ты совсем лихнулся. Он слишком большой. Как его удалить? Как его гладить? Убери его. Сток фарша можно было наделать. Эх вы. Ну и тогда все-таки третий вариант, хотя... Ааа, мне надо, да, точно. Его не удовлетворяет, что большой медведь тоже будет точно большой. Значит, все-таки шоколопы мне нужны именно, чтобы этих удовлетворять. Клоун, наверняка, будет недостаточно веселый для этого мужика. И надо будет все-таки делать все так, да? Скорее всего, именно так. Ай! Что это такое? Питомец, конечно же. Ты совсем рехнулся. Он слишком большой. Как его гладить? Убери его. И здесь котлеты не получилось. Но тогда, видимо, сейчас проверю еще, как на него отреагирует тот мужик, которому хочется клоуна. У мужиков бывают разные потребности. Я, кстати, читал, даже удивился, что, оказывается, клоун Попов вернулся в Россию. Правда, я цирк никогда в жизни не любил, не понимал и вообще не хочу. Но как-то удивило. Как-то дяденька вроде уже взрослый. Чего он у нас забыл? Если половину жизни прожил. Не пойми где. Ну, видимо, потянуло. Коктейль-бар. Чего я хотел сделать? А, я хотел всунуть этому клоуну. Ай! Ну, вы поняли. Всунуть этого клоуна. Хотел бы понять, как бы удовлетворит он его, или все-таки я абсолютно прав и надо... И надо понимать всю глубину нашей глубины, делать все так, как надо. И удовлетворим его старческое потрясывание рукой. Руф, ты чего крутишься, а? Суем клоуна. Браво! Фантастика! Бис! Бис! Хе-хе. Я всегда знал, что из меня выйдет отличный продюсер. А я ведь даже еще не начал отменьчать отпуска. Хм. То есть он его удовлетворяет, да? Хе-хе, он молодец. Хотя, может быть, слишком интеллектуален для этого заведения. Так. Че, вы скажете, что этот клоун прямо удовлетворил всех? Ты же старейшина Трис, ты что об этом думаешь? Я требую, наконец, своей аудиенции. Мне нужно поговорить с ними сегодня. И ты ее получишь! По крайней мере, у меня здесь ситуация снова под контролем. Запщи, когда остальные будут готовы. А я до тех пор буду наслаждаться блюдами и напитками в уютной атмосфере. Ага, удача. Но нет, мы ж так не договаривались. Мне ж нужны шоколупы. Так что сначала... Как это? Шоу уже закончилось? Какой ужасный финал! Бу-дам-бу. Хочешь вот такого ужасного финала? Может, он, кстати, ему что-нибудь откусит? Кхм. Это какой-то медведь мне пока больше всего нравится. Это какой-то медведя-покемон. Непонятный абсолютно. Что это за клоун? Он совсем не яркий! Я разочаровал публику. Ну ладно! Значит, видимо, все-таки придется мучить шоколуп. Да. Кто-то мне говорил, что тут будет очень дикое количество вариантов. Получится у меня это, не получится с первого-второго разом. Но посмотрим, тем не менее. Значит, у меня есть ящерица, клоун и медведь. Первым делом мне нужно делать что-нибудь с медведем, поэтому медведь у меня будет основной фиговиной. Да, мишка. Прям косолапый, прям по лесу идет. Я хочу скрестить мишку с клоуном. Хотя нет, кстати, чтобы удовлетворить этого дяденьку, мне нужен маленький такой, поэтому мне нужно делать ящерку-медведя. Я так понимаю. И как бы чем мне делать дальше? Крайность, крайность. Строение, настроение, волосы. Ага. Цвет. То есть... Ага. Ну ты, блин. Не, ну в принципе это должно быть достаточно просто. Если я не смогу получать диски с данными о новых шоколопах, их сюда засовывать, а только диски вот эти. Но это будет долго. Даже-ка очень долго. Ну да, попробуем все-таки получить все-таки то, что я хочу. Только, что делают рычаги вообще? Эй. Эй. Это тупое извлечение и все? А как мне делать-то? Как делать? А. Носитель данных, носитель данных. Крупных мемкопитающих с огромными лапами, полосатый мех и жизнерадостный характер. Этот рычаг извлечь это. Так, а если я отсюда просто выйду, что с этим будет? А, это я клоуна вставил. Нет, клоуна я не хотел. Да, вот так вот. И... А, и все диски у меня на месте, да? Че-то я не понял. Ща разберусь. Ну вот, допустим, я поменял две штуки. И если дернуть за рычаг, что-нибудь будет. А... Теперь у меня че, измененный... Диск с медведем, что ли, или что? Если я его сюда всуну, то... У меня появится че-то другое? Ай, что это такое? Питомец, конечно же. Ты совсем рехнулся. Он слишком большой. Как его гладить? Убери его. Ух ты ж, блин. Еще бегать отсюда до сюда... Даже не знаю. Не, давайте-ка я, наверное, сделаю видео со всеми видами шоколоб просто отдельным видео. Без комментарием. Слегка убыстренным и отредактированным. Сейчас я не буду делать всех шоколоб. Я надеюсь, до конца серии нам вполне хватит времени. Просто чтобы сделать задачу и серия закончится, а вот уже потом, скорее всего, в следующей серии, может быть, я сделаю просто видео с показом всех возможных шоколоб. Давайте так договоримся, а то я чувствую за оставшиеся даже 10 минут до конца серии я не успею все это сделать. Пока что буду подбирать. Ему нужен более маленький, но такой же серый, да? Соответственно, это сюда. Характеры у нас поменяты, да? Ага. Ну да. Значит, ему нужен маленький. Волосы, комплекция. Во, маленькую комплекцию. а тебе как это не подожди в таком случае наверное все-таки нужно вот сюда вот просто приделать свет правильный до настроение волос его волосы поменять а каждая часть что ли ничего не понимаю комплекция цвет а просто цвет и все да только блин какой цвет был изначально видно этот серо-черный да вот этот зеленый значит комплекцию нет не комплекцию шерсть обратно нет шерсть сюда и цвет сюда соответственно вот это вот теперь должно будет как-то удовлетворить наверняка нашего мужика выходим и теперь мне нужен носитель данных номер один и сюда как тебе понравится ай что это такое питомец конечно же ты совсем рехнулся да он милый пушистый вполне саблеполосатый слишком агрессивен как прикажешь его тискать убери пока он никого не искусал ну ладненько соответственно уже в принципе все понятно осталось ему только характер поменять здесь да так ты ящерка непонятное теперь у меня ты у нас медведь из которого мы черпаем кстати интересно характер того медведя добрый как бы или не очень он характера медведь тоже не особо добрый поэтому характер наверно все таки нужно вот от клоуна взять на только мне еще шоколоп разрешат делать после толпки это сделаю я думаю что да надеюсь что до крайность настроения настроение что означает крайность давай вот там а я смогу сделать злобного клоуна я хочу на это посмотреть дайте ка блин и так в результате всех шоколопы наделаю хорошо значит сначала злобного клоуна ой что это такое питомец конечно же ты совсем рехнулся он слишком большой да 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 но так вполне себе ничего злобный клоун ну и наконец наверное то что его удовлетворит где он у меня остался это кажется вот этот с ящеркой ой что это такое питомец конечно о да то что нужно пушистый саблеполосатый и не слишком агрессивный какая прелесть но и старейший над вас что ты мне теперь скажешь благодарю тебя неизвестный гражданин элизи он весьма напоминающий наших слух клонов и инспектора клитуса спасибо что вашего старика то есть ты наконец готов пойти на совет старейшин разумеется мальчик только дай знать когда убедишь остальных так мне осталось убедить одного старейшина только я забыл что он от меня хочет времени мало записывать черт что прям сейчас придется делать все таки всех шоколоб не а я сейчас не согласны я хочу сделать это отдельным видео чтобы поиметь много много просмотров те кто не любит мой голос на тех кому это интересно да правда я думаю кстати на видео без комментария мягко говоря дедалики могут обидится так давайте спросим что не хватает нашему третьему старейшине или ему все хватает я уже забыл опять ты что у тебя поэтому старейшин сегодня экстренное собрание насмешил только в случае катастрофа если кто-нибудь наберет 10 тысяч очков веселья так тебя все устраивает или как на том спасибо ну ладно допустим этот удовлетворен тоже тот удовлетворен теперь осталось только тому опять клоуна поставить нам я проверим я чё-то задумал сделать паузы почитать насчет этого генератора шоколоб и этой ачивки я был неправ что в этой игре все ачивки будет просто получить за одно прохождение за одно прохождение это да это вам не дрогель бехер но просто это нет в общем всего вариантов шоколоб которые могут быть 243 из трех этих дисков если ты им ну ты их не запомнишь их можно только четко понимать как делать я почитал один человек написал примерно как это делать если делать это более-менее вдумчиво и ни разу не ошибиться это руками можно сделать примерно за полтора часа еще один человек написал скрипт для какой-то программы который управляет движениями мыши и эта программа умеет делать данный процесс за час 15 минут так что он я не знаю я каша могу замучиться этим но если вы мне пообещаете что вы не пойдете на youtube сразу же смотреть вот этот генератор и что я буду делать это зря что я сейчас в легком шоке я не стану это делать вот прямо сейчас не стану скорее всего даже к следующей после следующей после после следующей серии скорее всего генератор шоколоб я буду делать генератор всех шоколоб видео я буду делать когда-то когда у меня будет много свободного времени и разобраться в теме ну и не обижайтесь если я вдруг все таки пойму как пользоваться скриптом и это будет просто записано на видео возможно с моим комментарием возможно даже с каким-нибудь очень странным комментариям но я в шоке ладно пойдем к третьему старейшине я кстати понял что я хотел клоуна не хотел забрать диск я забрал диск чтобы сделать клоуна для туда но теперь у меня станет недовольным этот старейший над вас да если я диска здесь не оставлю да будь пока про своих дебильных полосатиков сабли полосатики совсем не дебильные он даже уже погладил ладно в общем мне клоун и так удовлетворяет нашего человека я собрал клоуна из вот этого да не клоуна того что его удовлетворяет а как бы мне да вот это вот нечто непонятное это как раз то что его удовлетворяет и у него приятная внешность клоун сюда а у нас как бы добродушный вот второй вот этот вот или как хорошо мне ж клоун это тоже а в сущности да наверное можно клоуну не наверное можно сейчас его серо-буро-полосатой фигне поставить просто вот это вот улыбающуюся рожицу его вполне это удовлетворит он добродушный а вот клоуну нашему уже поставить лицо совсем улыбающиеся да клоун ай блин не сюда не сюда не сюда вот сюда вот это вот а с кого я хотел брать лицо так ты у нас вот этот так клоуна суем сюда да поглубже поглубже и ему возвращаем вот это лицо то есть если все получится то будет хорошо клоун в принципе должен его вполне себе удовлетворять вот так ну что за перевод крайность вот что это означает ладно так еще раз сербур малинового тебе ты его будешь гладить эй немножечко перепутал и извините я я я не то хотел да так носитель данных 1 вот этот по-моему да который ящерка слава богу тут хотя бы подписано какой носитель данных питомец о да то что нужно пушистый саблеполосатый и не слишком агрессивный давай гладь его гладь его кстати на кошку на кошку похож только на очень раскормленную кошку так и у меня остался нормальный клоун которого я могу засунуть а мне даже бежать никуда не надо да мне можно не не в спа погоди их же четыре да а ты у нас все равно недовольный да массажа хочешь ладно давайте удовлетворим двух старейшин не не я не хочу контактный зоопарк я хочу коктейль бар коктейль бар я хочу клоуна засунуть блин так давайте еще раз подумаем тому для массажа нужен нормальный массажист то есть соответственно а на месте массажиста у меня появилась ящерка когда я ящерку засунул в ядре компьютера соответственно мне надо будет сделать в ядре компьютера вот этого массажиста что ли чтобы он там появился ладно, тем не менее, клоун пока что здесь, он вроде неизменный да, попробуем засунуть да-да-да, бис-бис-бис попробуем засунуть медведя в компьютер и посмотреть появится ли он в виде массажиста у этого так, я не сюда хотел я хотел в спа-салон ты со мной говоришь? так ты пойдешь наконец? нет, я требую еще один сеанс массажа профессионального слуги-клоуны может ему для массажа нужно будет все-таки человеческое тело и мне нужно будет просто улыбающегося медведя поставить в виде клоуна тому мужику но тем не менее примерно понятно значит где лифт-то лифт да, вот лифт соответственно в компьютерное ядро и проверим мою теорию насчет того, что я сейчас сюда засуну вот это и сходим опять к тому посмотрим посмотрим пришел ли к нему массажист или нет ты куда поедешь? непонятно а а, наверное там массажист был потому что я диск здесь оставил точно вот теперь в зону отдыха да и где у меня спа-салон да, точно ну и как ты себя чувствуешь? массажист ну, теперь ты доволен? напротив полюбуйся, какого монстра прислал мне Ронни а что, он смешной? смешной? он слишком большой у него чешуя неужели так сложно найти массажиста человека с сильными руками непокрытыми мехом или чешуей? все, понятно все-таки мне надо их собирать из из клоуна и медведя собрать то, что удовлетворит того и того хорошо, это понятно но этому вроде я оставил так не чешуя более-менее человек так верните мне клоуна из коктейль-бара его че удовлетворяет? его удовлетворяет то, что он веселый, да? просто блин, не показать, че его удовлетворяет ну, поверим в этом короче, сейчас мы все соберем так, как мне кажется так нет, это я не беру и поймем че мне кажется правильно или нет блин, бегать тут, бегать сейчас, короче ну во я думаю, что примерно вот так вот это можно сделать посмотрим, как будут выглядеть мои уроды как бы я сейчас не выполнил эту ачивку про всех шоколоп не желая этого но, скорее всего, нет скорее всего, все-таки пойму да блин, я постоянно тут путаюсь куда идти в коктейль-бар коктейль-бар в коктейль-бар я сую клоуна клоун у меня получится медведь, но улыбчивый удовлетворит он его или нет а, нет блин, это не то он вообще не смешной да блин, я перепутал просто ну зато я теперь понял уже каким будет мой массажист жалко так, медведя медведя, ты веселый да ё-моё что за клоун? он совсем не яркий на, блин что ж тебе нужно-то? тебе нужно теперь цвет менять, да? ладно контактный зоопарк цвет на клоуне остался или нет? в принципе, должен был остаться мне кажется когда я что-то не помню нет, цвет я как-то менял а он здесь есть да, цвет есть вот этот цвет такой да, цвет поменяем ещё теперь ему, наверное, всё должно быть нормально от массажиста ему же вообще только руки нужны не волосатые я сам волосатый был так вот так, в спас не, в спас спас салон у меня рано мне нужно в коктейль-бар ну чё, теперь ты яркий и улыбчивый только я снова забыл, кто из них кто наверное, медведь всё-таки да? да чё за бута опять? шо это за клоун? у него нет забавного реквизита да бляха-муха шо вы подразумеваете под реквизитом? то вот эта вот непонятная штука которая в самом верху, что ли, или что? ну, видимо, у меня всё-таки пьётся и ящерицу обратно вытаскивать да? вот клоун ну, допустим, крайность из реквизита у него будет шапочка ну да, этому должно быть всё равно а, ну хотя нет подождите-ка руки-то тоже меняются руки абсолютно точно у массажиста должны быть нормальные значитс-то сейчас подумаю а, ну да, абсолютно верно видимо, всё-таки массажисту нужны когти без когтей ему будет неинтересно а, человеческие руки ему не обязательно я же его когтями до этого массировал так что так, нет, мне не клоуну надо мне массажисту надо Когтем Да, вот у нас массажист Так, нет, не-не-не-не Вот это поменять Да, массажисту когти И теперь массажиста вынуть Ставить сюда Клоуна Ты же у нас клоун, да? Да, блин От какого хрена ты клоуном подрисован Если ты у меня от клоуна только Ну, короче, ладно Так, медведя тогда, да Хорошее запомнить, что медведь у меня клоун Тоже, кстати, вполне логично Так, и медведю теперь приделать шапочку Вот этот должен улыбаться этому чуваку, да? Ну, че, удовлетворит тебя такой Так я снова забыл, кто из них кто По-моему, он по комплекции ящерицы Здесь, по-моему, по комплекции подписывает Кто из них кто Да? Ой, а это что такое? Китомец, конечно же О, да, то, что нужно Пушистый, саблеполосатый И не слишком агрессивный Давай, гладь Ну да Совсем кошка Вот и прелесть Реально прелесть Правда, да Немножко странное Похоже, но неважно У меня по-прежнему Личинка из прошлой серии В голове Представил, что это такая же личинка Только еще и волосатая Это очень Я не хочу в когнисивный диссонанс В контактный зоопарк Хочу в спа-салон Не, в спа-салон я тоже не хочу Я хочу в бар Да, вот в коктейль-бар У меня коктейль-бар Это метод проверки Да, и медведя тебе Медведя тебе Король Сейчас все будет круто Браво! Фантастика! Бис-бис Так Ну и теперь, собственно Методом посещения лифта Методом посещения Компьютерного ядра Засунем диск сюда И проверим Как будет выглядеть наш массажист Это тоже неплохой массажист Почему его нельзя в эту камеру посадить? Все Так Зона отдыха Да Зона отдыха Коктейль-бар не хочу Спа-салон хочу Блин, я на рычаг забыл нажать, что ли Да че? Или не забыл? Или забыл? Видимо забыл Сейчас вернусь Да, на рычаг я видимо все-таки забыл нажать Нажимаем на рычаг Да, то что нужно Немножечко Японской внешности у нас получится Массажист Но в принципе он таким и должен быть Они же это умеют Блин, я не сюда хотел Я хотел в зону развлечения опять Да, в зону отдыха в смысле И в спа-салон То что нужно Кудрявый Самое то Вторичный раз Признавайся Теперь ты доволен? Напротив опять Какой монстр прислал мне Рони Он смешной Смешной? Это не руки массажиста Неужели так сложно найти массажиста человека С сильными руками Непокрытыми мехом или чешуей? Да блин, а у тебя же У тебя же руки вместе с этим меняются Вместе с башкой В смысле вместе с А, ну в принципе Ну да, у него Все равно будет кудряшки Вместо шляпы В принципе его это удовлетворит Может тебе шлем дать? Не стоит его отвлекать Ладно, я кажется понял Последнюю итерацию Надо поменять башку Между массажистом и клоуном Сейчас вернусь Ну я имею в виду В смысле не башку А вот это вот как раз Крайность непонятная Ну а если не так То я не знаю как И последний все-таки вариант Совет... Нет, Совет Старейшина не хотел Я уже реально Серию из последних сил добиваю Серия меня что-то выматывает Самое обидное будет, кстати Что я сейчас сделаю все И Совет Старейшин соберется Наверняка в бане соберется Потому что это Заспойлерили в трейлере Так, компьютерное ядро Компьютерное ядро Всунем Вот сейчас я им сущность поменял Кого совать? Компьютерное ядро Да черт возьми Я сейчас перепутаю им Ладно, начнем с зоны отдыха Из клоуна Коктейль-бар Что, медведь остался? Или уже не медведь? Нужно, конечно, по номеру запоминать Но... А что за бута? Что это за клоун? Это забавно реквизит Так, ладно, а как массажиста Тебя руки удовлетворят вообще или нет? Или тебя нужно просто один раз удовлетворить? Тебе ж не постоянно нужно массаж делать Блютерное ядро Давай проверим Клоуна ж тебе надо совать, да? Вроде как Видимо, массажист Ну да, теперь у тебя нормальные руки Не волосатые Нормальные А кудрявым-то, пчут Как был, так и остался Хотя я тебя вверх поменял вообще-то Куда? Зону отдыха А, не, не сюда В спа-салон Сажист Ты олго-го вообще Ты мне нравишься Сложно обрести хорошую обслугу Теперь ты доволен Опять напротив Да где они у него мехом или чешуей-то покрыты? Или у тебя уже именно... Ну, в принципе, да У него чешуя, это, видимо, то, что он желтый, что ли То есть меня надо сделать желтым клоуна Сюда еще человеческое тело ему повезет Дорогие товарищи Они меня задрали Я ничего не соображаю Мне спать пора Хотя спать уже поздно Наверное, пора Я еще немножко посплю Все равно будет совет старейшин Как только я это сделаю Я не хочу делать совет старейшин в этой серии Потому что он будет красивым Интересным Вообще Будет в следующей серии А это такая няшка нервная и непонятная Я надеюсь, она была хоть об чем-нибудь Все, это был Курящий из окна Смотрите, подписывайтесь Следующая серия, надеюсь, будет скоро Хоть сниму я ее не сегодня Но будет Вон у него какие уши До свидания Пока Пока